Дорогие телезрители, добрый вечер. Сегодня состоится предпоследняя, пятнадцатая отборочная игра сезона. Перед тем, как ее начать, хочу обратиться к хранителю традиции клуба. Добрый вечер, господин Мамедов. Добрый вечер, господин Мамедов. У Ники Агладзе, одного из лидеров команды Лалы Бабаевой, проблемы со здоровьем, ему предстоит сложная операция. И мы все, конечно же, пользуясь случаем, желаем Нике скорейшего выздоровления. Я уверен, что господин Агладзе еще не раз сыграет в нашем клубе. Ну а пока госпожа Бабаева попросила помочь команде Азиза Мюршудли. В этом сезоне господин Мюршудли за другие команды не выступал. Поэтому я считаю, что мы можем позволить Азизу помочь команде Лалы Бабаевой. Что вы скажете, господин хранитель традиции? Да, господин ведущий, если господин Мюршудли не выступал ни за одну команду, то я не вижу никаких причин, чтобы препятствовать ему играть в команде Лалы Бабаевой. И я уверен, что, сыграв он, команда сыграет еще ярче. Итак, команда Лалы Бабаевой сегодня будет играть шестером. Сегодня против телезрителей играют Юрист Ирада Алиева Экономист Джейхун Гусейнов Разработчик Игорь Санан Махмудов ИТ-эксперт Шамсудин Шантуров Обладатель Хрустальной Савы и кавалер Ордена Савы ИТ-специалист Азиз Мюршудли И капитан команды, директор по маркетингу Лала Бабаева Внимание, против команды Лалы Бабаевой сегодня играют 14 телезрителей Анастасия Холландская, Минск Сергей Тужилов, Москва Виктория Дубровская, Санкт-Петербург Три телезрителя в секторе Блиц Мамедали Гулиев, Баку Станислав Иванов, Самара Герман Чепиков, Минск Висмантас Букаускас, Вильнюс Антон Климов, Новосибирск Игорь Крючков, Одесса Елена Кравченко, Лубны Алексей Полевой, Гомель Телезрители против знатоков 15-й отборочной игре сезона 2019 года Как и всегда играем до 6 очков Счет у нас пока 0-0 И мы начинаем первый раунд Дорогие телезрители, команда Лалы Бабаевой Начинала сезон на последней девятой строке рейтинга клуба В первой игре летней серии Команда одержала победу над телезрителями И вплоть до начала осенней серии Была главным фаворитом в борьбе за выход в финал года Я хочу заметить, госпожа Бабаева Что ниже третьей позиции после вашей победы Команда не опускалась Я считаю, что это отличный результат для дебютного сезона Но, видимо, вы считаете иначе И вот почему неделю назад Лала, я так понимаю, вы решили рискнуть Участием в следующем сезоне Ради еще одной попытки побороться за выход в финал года Лала, как говорится, без умства храбрых Поем мы песню Покажите, кто играет против команды знатоков в первом раунде Играть будет аспирант Антон Климов Из Новосибирска Госпожа Бабаева, это видео-вопрос Внимание на экран Здравствуйте, уважаемые знатоки В нашем дворце водных видов спорта Акватик Палас Есть два специальных аппарата Которые помогают начинающим спортсменам Первый аппарат Включает фонтанчики Которые создают рябь на поверхности воды А второй аппарат Нагнетает воду пузырьки воздуха Внимание, вопрос Новичкам в каком виде спорта Помогают эти два аппарата? Время Это возможно водное поло Еще что можно Синхронность создает имитацию настоящей Чтобы это не стоячая вода То есть она наполнена пузырьками Рябью Это как будто бы море Это дайвинг может быть какой-нибудь Прыжки с этого страмп Живая вода, двигающаяся Синхронное плавание, прыжки в воду И водное поло В синхронном плавании Они должны быть в воде И должны видеть, что они делают Не может быть это? Рябь и пузырьки что мешают? Рябь и пузырьки мешают видеть И что снизу вверх Правильно? Помогать тренировать зрение Возможно пузырьки помогают держаться на воде Помогают держаться на воде Очень сложно на воде держаться Хорошо, а может быть еще какой-нибудь Сёрфинг вообще не может там тренироваться Что еще можно создавать? То есть прозрачность получается Нет прозрачности вообще Хорошо, еще что-то есть? Баттерфлейм не нравится Нет, водное поло мне нравится больше Водное поло мне нравится больше Лала, кто отвечает на первый вопрос игры? Азиз Маршадли Азиз, я вас слушаю Да, господи ведущий Здравствуйте Добрый вечер Это командная версия Нам кажется, что пузырьки воздуха и фонтанчики И все это в целом поможет Наверное, малышам Которые учатся игре в водное поло А как помогут пузырьки и фонтанчики? Ну так как они наполнены воздухом Я думаю, они помогают держаться на воде Основная проблема для детей в водном поле Которые начинают заниматься водным полом Это требует достаточно большой физической силы Потому что ты с мячом И ты должен находиться в стоячем положении В вертикальном положении Под водой практически полностью Это сложно физически Поэтому, мне кажется, пузырьки воздуха помогут Они будут поддерживать и выталкивать наверх Ваш ответ понятен Внимание, правильный ответ Внимание На экран Внимание, правильный ответ Благодаря работе этих аппаратов Воздух делает воду намного разреженнее И, соответственно, мягче для прыгающих в нее спортсменов Эти аппараты помогают начинающим прыгунам в воду 1-0 в пользу команды телезрителей Аспирант Антон Климов из Новосибирска Зарабатывает 100 монатов от Капиталбанка И переносит в своей команде Команде телезрителей Первое очко в сегодняшней игре Интересы команды телезрителей в играх клуба Защищает директор департамента маркетинга Капиталбанка Гюнель Фарзалиева Гюнель Ханум, добрый вечер Добрый вечер, господин Скажите, а вы любите рисковать? Не очень, так Как вы бы поступили на месте госпожи Бабаевой? Если команда сегодня проиграет, я хочу напомнить, они пропустят следующий сезон Я бы не сыграла, наверное Так что Лала молодец, удачи Не будете мешать команде знатоков? Ну, может быть, две игры знатоки уже проиграли Может, третью я не буду мешать На страже интересов знатоков Фуат Киримов, представитель Гилан Холдинга Фуат, добрый вечер Приветствую всех Фуат, наши правила не подразумевают наказание команд за продолжительные серии неудач Если в московском клубе команда проигрывает две игры подряд, то она пропускает следующий сезон Может, ведем это правило со следующего года? Как вы считаете? Может, тогда знатоки чаще будут побеждать? То есть, пряник у нас есть в виде выхода в финал года, а кнута нет? Вот как вы считаете? Возможно, просто главное В первую очередь хотел поприветствовать команду Бабаевой Так как у них был замечательный дебют Я надеюсь, что они покажут две победы подряд Неужели поражение, о котором вы говорите? А так можно посмотреть Второй раунд АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аскеров научил нас самому главному играть для того, чтобы мы играли Все Если проиграете, виноват Аскеров Не-не-не-не Лубны Против знатоков во втором раунде играет бухгалтер Елена Кравченко АПЛОДИСМЕНТЫ Ирада, посмотрите на экран Перед вами две фотографии американской актрисы Вероники Лейк Слева более ранняя, справа сделанная позже На ранней фотографии у актрисы прическа, которая благодаря ей в США была очень популярна Внимание, вопрос Почему позже правительство Соединенных Штатов Америки попросило актрису изменить прическу? Время Ребята, фотографировались на паспорт все женщины и тяжело было распознавать Все начали ходить и сказали, что перестаньте уже идентифицировать сложно Все они были похожи на одно лицо Что еще может быть? Кролик Роджер и так далее Она похожа на Джессику Рэббит Мерлин Монро, может быть, схожесть какая-то Что еще может быть? Лицо должно быть открытое Открытое на фото Для узнаваемости А что если не только документы? Что еще может быть? Для чего нужно открытое лицо? Для чего открытое лицо нужно еще? У сына Гитлера похоже Может это патриотическое что-то? Нет, у сына это вообще не причем Нет, волосы нам обсуждали Мы обсуждаем прическу Прическа закрывает пол лица Это фотография похожа на военную по времени Просто, понимаешь, чем-то Может девочки Зрение портилось От этого школьницы А, может быть, лечиться было удобнее Чтобы волосы закрывали Абсолютная тишина за столом Счет 1-0 в пользу команды телезрителей Госпожа Бабаева, хочу вам напомнить Что раз в игру у вас есть возможность Попросить помощи клуба в тот момент, когда команда Уступает телезрителям в счете Сейчас как раз тот самый момент Но решение должно быть за вами Мы возьмем помощь клуба Лала, я не настаиваю Я не знаю, есть ли версии в клубе Просто я вам сказал о правилах Ваше решение взять помощь, да? Да У клуба 20 секунд Лайну лица закрывает документы Лайну лица закрывает документы, да? Сложно фотографировать Противогаз 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 Это хорошо Хорошо Противогаз лучше Хорошо Итак, кто отвечает? Азиз Моршудли ответит Господин Моршудли отвечает Когда были сделаны эти фотографии? Как вы думаете, господин Моршудли? Мне кажется, в военное время они сделаны Ну, первое может быть довоенное Но вот правая фотография, она похожа на фотографию сороковых Может быть, мне кажется, что, по-моему, в США в военное время Женщины впервые начали массово работать на заводах Потому что мужчины были на фронте И нужно было кому-то работать Это делали женщины И вот работать у станка с такой прической, как слева Это, во-первых, повышенный риск Может, волосы могут просто попасть куда-то в конвейер Могут зацепиться за что-то И сложно работать так А справа это Прическа нормальная для того, чтобы женщина могла работать Например, на каком-то военной производстве Внимание, правильный ответ Хорошо Нормально Хотя вы передавали отвечать господину Муршудли другую версию, да, госпожа Бабаева? Вам что клуб подсказывал? Да, мне клуб подсказывал, что это для того, чтобы надеть легко можно было противогаз Но версия Азиза Муршудли мне нравится больше Популярная прическа Вероники Лейк оказалась опасной Когда мужчины ушли на фронт Второй мировой войны И многие женщины пошли работать на заводы Длинные, испадающие на лицо волосы женщин попадали в станки И те получали ранения Господин Муршудли, браво, 1-1 Хорошо, когда в команде есть обладатель хрустальной совы и кавалер ордена совы, да, госпожа Бабаева? Отлично, просто замечательно Уважаемые телезрители, наши игры невозможны без ваших вопросов Присылайте письма с интересными вопросами на адрес Аз1000 Абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sualatgametv.as Вопросы также принимаются во всех филиалах Капиталбанка Надо понимать, что Муршудли Третий раз Что интересно, госпожа Бабаева, что клуб вам не помог Клуб вам не помог Нам помогли секунды лишние Азиз Расскажите, в какой момент вы поняли, что надо менять версию клуба? Я просто, мне вспомнилась фотография Мэрилин Монро, известная из военных времен, где она была в похожей одежде Ну вот когда вы решили, что дадите другую версию? Ну вот я посмотрел еще раз на фото и решил Покажите, кто играет в этом раунде против знатоков Вильнюс По стрелке, конечно В этом раунде против знатоков играет программист Висмантас Букаускас Внимание, черный ящик В черном ящике, господин Махмудов, находится то, что мы от вас скрыли Посмотрите на экран На рисунке известного художника Танго Внимание, вопрос Что в черном ящике? Время Начало слова Что? На сьют похоже, на сьют, типа костюм Возможно так это фигура... Буква S, просто как она будет скрыта там в черном ящике Нужно подумать что-то, предмет какой-то, который является первой частью этого слова Ну да, да Почему танго? Танго не кошек рисует, по-моему, художник, он как-то обыгрывает Кэтсьют? Кошки? Нет, шат, может быть, гат Может быть, это другое что-то вообще Танго На что похоже танго? Танец Какие слова есть? Биск Пластик стерет аж Что-то белое закрылось Почему закрыты человек? Биск 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 Бабочка Танго Танец, танцем связано что-то должно быть Танец Обувь какая-то Что еще? Версия, ребята Тай Ну и какие слова есть? Ну и это ночь Это нуа Квит Почему Q скрыто? Еще, еще версия Стерта ластиком Что еще может быть? Что может быть? Сокрыто чем-то без Танго На что похоже? Итак, абсолютная тишина Счет 1-1 Кто на этот раз ответит? Госпожа Бабаева Вау, кто отвечает? Пускай попробует, Азиз Господин Миршудлин, что в черном ящике? В черном ящике ластик Ластик Ластик? Да Почему? Ну, на картине это выглядит так, как будто что-то стерто начало слова Что стерто? Какая буква стерта? Внимание, правильный ответ Азиз, какая буква стерта, как вы думаете? Ну, Q, например Q Да Но букву в черный ящик мы поместить не можем, правильно? Да и навряд ли это было бы оригинально для танго Значит, что-то, что напоминает букву Q, правильно? Заглянем в черный ящик То есть он говорит Бросай, стоп Посмотрим в черный ящик В черном ящике у нас Пепельница Сигареты Получается буква Q Да, таким образом танго призывает Бросать курить 2-1 в пользу команды телезрителей Висмантас Букаускас из Вильнюса Заработал 200 монатов от Капиталбанка Счет стал 2-1 Лала, мне кажется, что летом, когда играла ваша команда Вы обсуждали гораздо активнее На вас, наверное, давит перспектива пропустить следующий сезон Вы должны об этом забыть, это мой вам совет Мы постараемся Я не знаю, что вам посоветует наша старейшина, господин Казиев Господин Казиев, добрый вечер Здравствуйте Но сегодня без вашей помощи, без ваших советов, Анар, не обойтись Ну и вам в этом нелегком деле будет помогать Джалалу Руджев Который на протяжении двух недель, пока вас не было Исполнял ваши обязанности Не буду говорить, как у него это получалось, но он старался Ну а пока у нас музыкальная пауза Сегодня у нас в гостях заслуженный артистка Азербайджана Манана Встречайте Азербайджана Встречайте Азербайджана Встречайте Манана Встречайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В первую субботу 2020 года, 4 января, если в главной игре победят знатоки, то лучший из них будет награжден Орденом Саввы, изготовленным ювелирами французской компании Артюз Бертран. Также лучшему знатоку достанется сертификат на сумму 2019 монатов от Гелан Холдинга. Если в финальной игре победу одержат телезрители, то автор лучшего вопроса будет награжден денежным призом от Капитал Банка в размере 2019 монатов. Пятый раунд. Азиз, вы достаточно долго и успешно играли за команду Анарния Джеффли. Почему вы вдруг решили уйти из клуба? Почему вас не было так долго? Вы так и не рассказали нам. Да и Анарния рассказал. Когда я у него спросил, он сказал, спросите у Азиза. Раскройте нам эту тайну, этот секрет. Давайте в следующий раз. Спасибо, Анарния. Вам сложно? Да просто мужей, волчок. Но у нас еще будут раунды, Азиз. Я к этому вернусь. Так, покажите, чтобы я понимал. Санкт-Петербург. В этом раунде против знатоков играет научный сотрудник Виктория Дубровская. Внимание, картина французского художника Жана Юбера. Господа, на этой картине Вольтер, он слева, играет в шахматы со своим постоянным соперником, отцом Адамом. Такие вечера часто проходили по одному и тому же сценарию. Вольтер проигрывал отцу Адаму и от досады прогонял его прочь. Внимание, вопрос. Кто в таких случаях обычно заменял отца Адама за шахматной доской? Время. Я понимаю, в случае, когда он сам с собой играл, ну, может быть. Может быть, это шахматный турок, потому что автомат шаржетный. Шахматный турок, может быть, автомат, который стоит, его друзья, которые на него смотрят. Посмотрите. Может, его жена, там несколько человек, может, это жена, дочь, не знаю, кто еще может быть. А че это обувь там красная, полу, что-то там. Ну, там именно кто, там не будет ни портрет, ни зеркало, там именно кто-то это делает. И у него почему-то голова перемотана, то есть у него какая-то травма, у него как-то травма головы какая-то, нет? То есть он белый флаг, он его прогонял. Не-не-не, у него голова перемотана, как будто бы у него травма. Да, у него голова болит как будто. У него травма или голова болит. Ну, может, я не знаю, Мольер, допустим, это как мнимый больной или что-то такое. Кто это может быть еще? Какой его герой есть? А почему не может быть еще? Персонаж какой-то, который стоит женщиной. Кто это? Мужчина стоит, по-моему. По-моему, женщина. Мужчина стоит. Да не важно, кто это. Почтален, который может посильнее. Итак, абсолютная тишина. Абсолютная тишина. Кто отвечает, Лала? Я попробую ответить сама. Значит, счет 2-2. Вы решили ответить. Абсолютная тишина за игром в столом. Лала, ваш ответ. Я думаю, что художник, который рисовал эту картину. Жан Юбер? Да. Внимание, правильный ответ. Вольтер очень любил шахматы и не хотел отказываться от игры. Когда он прогонял отца Адама, то его следующим соперником становился художник, который написал эту картину. Жан Юбер. Да. Жан Юбер был своим в этой компании. Проводил с Вольтером и с отцом Адамом немало времени. 3-2 в пользу знатоков. Буквально на последних секундах появилась правильная версия. Я услышал... Кажется, это был голос Азиза Мершудли. Да, госпожа Бабаева? Вы сориентировались, не попросили дополнительную минуту. Решили ответить. И вам браво, и браво Азизу, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Шестой раунд. Почему-то сегодня не слышно Шамсуддина Шантура. Господин Шантуров. Добрый день, господин ведущий. Летом вы дали два правильных ответа. Но лучшей тогда была признана Лала Бабаева. Может, это вас обидело? Поэтому вы решили... Да нет, скорее, я просто в зимнюю спячку впадаю. Что? Господин Шантуров. Что происходит? Волнуетесь? Ну, наверное, да. Не больше, не меньше. Гомель. Гомель. В этом раунде против знатоков играет экономист Алексей Полевой. Ирада. Китайская легенда рассказывает о том, как император Цанни Лунь инкогнито отправился путешествовать по югу Китая. В одном из городов император зашел в трактир, подсел к двум горожанам, налил им чаю и побеседовал с ними. Уходя, оба горожанина сделали посмотрите на нашего распорядителя такой вот жест. Внимание, вопрос. Что означал этот жест? Время. Может, они клонятся так, на колени как будто стоят? Нет? Похоже. Не похоже, что они стоят и на колени преклоняют колено? Нет, они что показали? Его узнали или нет? Наверное, что мы тебя узнали, но просто не можем сейчас подняться. А может быть, это типа, да. То есть подняться с колена или еще что-то? Нет. Он пришел к ним, они попили чай. Он побеседовал, он не сказал, что он император. Они побеседовали, они, уходя, сделали... Зашел им чай, налил им чай. Может быть, они показали знак... Что мы за тебя оплатим или что-то такое. Нет, ну да, может, они знак показали владельцу или еще что-то, уходя, что мы за тебя заплатили или мы перед тобой преклонились. Да, пагода появилась, смотри. Вот такая, да? Ну вот, смотри, два пальца вот так. Что это значило? Пагода, смотри, ну похоже же на пагоду. Похоже на пагоду. Не знаю, что это означает. Может быть, они игру какую-то придумали и играли во что-то. Может, это иероглиф какой-то. Иероглиф может быть, да. Либо они сказали, что у тебя узнали либо заплатили за тебя. Что они этим показали? Он их угостил чаем, не нужны были. Да, он угостил чаем. Он с ним обатал, он их выпытывал вот это все. Хорошо, это похоже на пагоду. А на что еще может быть похоже? Тишина за столом еще. Три-два. Кто отвечает, Лала? А здесь попробует. Итак, господин Миршедли, ваш ответ. Вы не могли бы повторить вопрос? Китайская легенда рассказывает о том, как император Цань Лунь инкогнито отправился путешествовать по югу Китая. В одном из городов император зашел в трактир, подсел к двум горожанам, налил им чаю и побеседовал с ними. Уходя, оба горожанина сделали... Давайте еще раз покажем. Посмотрите на нашего распорядителя. Такой вот жест. Что означал этот жест? Ваш ответ. Ну, видимо, они все-таки узнали императора. И этот жест, может быть, он похож на иероглифы, которые обозначают имя Цань Лунь. Они просто не сказали вслух, что мы знаем кто-то, но так дали ему понять, что они знают, что он это он. Этот жест означает Цань Лунь. Ну, иероглиф, который дать, можно прочитать так. Внимание, правильный ответ. Дело в том, что в разговоре с незнакомцем горожане догадались, что перед ними император, который не хочет, чтобы его узнали. Ведь в трактире было много народу. И чтобы не выдать императора, но в то же время засвидетельствовать свое почтение к нему, с помощью такого жеста они трижды символически преклонили перед ним колени. На первой секунде эту версию предложила капитан команды Лала Бабаева. Но, к сожалению, команда ее не поддержала, да и Лала сама почему-то в нее не поверила. 3-3. Экономист Алексей Полевой из Гомеля принес команде телезрителей третье очко и заработал 300 монатов от Капитал Банка. Седьмой раунд. Лала, почему вы себе не верите? Стараюсь, капитанец. Азиз, а чем вам не понравилась версия Лавы? Она, как вы сказали... Приклонили колени. Она просто была в самом начале минуты. Азиз, вы забыли под конец. Вот, Лал, надо было напомнить. Одесса. В этом раунде против знатоков играет врач Игорь Крючков. Госпожа Бабаева, Анна Ахматова считала рифмы крыльями стихов. Внимание, вопрос. В каком случае, по мнению поэтессы, крылья превращаются в гири? Время. Когда не рифмуется. Цель цензуры, когда цензура заставляет ее менять составить стихотворение, например. Когда ее принуждают о чем-то писать. Нет, из-за рифмы может быть человек содержание теряется за рифмой. Может быть, когда ты под рифму пытаешься строить. Работа, не может найти лифмоплёстом занимается, понимаешь? Подходящее слово, которое не совсем стихотворение. Смотрите. Ребята, в погоне за рифмой ты вначале подбираешь окончание, рифму, а потом подбираешь смысл. И тогда, да, вместо того, чтобы писать под рифму и концовку, ты вначале придумываешь слово, а под него строишь предложение. В этом случае все изящество мысли утяжеляется. То есть, сводится к тому, что ты не можешь найти рифму просто? Нет. Нет, нет, нет. Ты подбираешь смысл сказанного под рифму. Я так думаю. А потом подбираешь под рифму предложение. Она говорит, что рифма — это крылья стихов. Да. Но в каких-то случаях, вот в каких случаях, те же крылья становятся гирями. Когда рифма превалирует раньше, чем смысл с содержанием, над красотой, над содержанием. Давайте скажем в руку. Ну, цензура еще была версия, например, что типа из-за слова. Итак, тишина за столом. 3-3. Кто отвечает, Лала? Я сама отвечу. Счет 3-3. Если вы ответите неправильно, счет станет 4-3 в пользу команды телезрителей. И тогда, чтобы выйти в финал года, вам нужно будет играть решающий раунд. Ну, или отказаться от мысли и играть в финале года. Итак, кто отвечает, Лала? Я сама отвечу. Вы сами отвечаете. Минуты не берете. Отвечайте. Да, я постараюсь ответить. Итак, Анна Ахматова считала рифмы крыльями стихов. В каком случае, по мнению поэтессы, крылья превращаются в гири? Крылья превращаются в гири, когда вначале подбирается слово под рифму, а потом строится смысл. То есть вы становитесь зависимы от рифмы. Потому что рифма должна ложиться гладко, легко и само собой. То есть вы пишете стихотворение, и оно рифмуется. А когда изначально подбирается слово, которое рифмуется, а под него подбирается смысл, это делает тяжелым стих и иногда ломает всю красоту стихотворения. Внимание, правильный ответ. Хорошая рифма делает стихотворение легким, будто летящим на крыльях. Ахматова не только писала стихи, но и переводила иностранных поэтов на русский язык. Для хорошего перевода важно передать не только смысл, но и рифму. Рифмы, крылья стихов, превращались в гири во время перевода. То есть они становились гирями для переводчика. Надо было брать дополнительную минуту. 4-3 в пользу команды телезрителей. Игорь Крючков из Одессы заработал 400 монатов от Капиталбанка. Еще стал 4-3. Господин Казьев, как вам игра? Она как-то вот тихо у них проходит, без эмоций. Может, поэтому они не проигрывают. Вы их глаза не видите. Мне показывают крупным планом глаза Лалы, Бабаев, Азиза. Может, они очень переживают, потому что они могут пропустить следующий сезон. Лала как раз... Они переживают... Ну, Азиз показывает, что не переживает. Вы не переживаете, Азиз, потому что вам не пропускать следующий сезон. Вернется ни к Агладу, он и пропустит вместе с командой. Лала как раз-таки зажигает, но они не зажигаются пока. Джалал, а вы что думаете? Я заинтригован с причинами ухода Азиза Муступли с командой Анарной Дяшли. Вовремя вы мне напомнили, господин Оруджев, восьмой раунд. Давайте. Игру надо будет играть. Один из лучших капитанов нашего клуба, Джалал Оруджев, интересуется, господин Миршидли. Почему это вы решили уйти из клуба почему вы ушли из команды Анарной Дяшли? Джалал, я все правильно спросил? Да. Азиз? Да, я просто, да, вы первый раз сказали точнее, мне кажется, я ушел не из команды Анара, а из клуба. Взял отпуск академический. Самара. Самара. Спасибо. В этом раунде играет против знатоков администратор Станислав Иванов. Госпожа Алиева, господин Махмудов, посмотрите на экран. В 2015 году в Великобритании прошла акция, во время которой были сделаны эти фотографии. Внимание, вопрос. К какой жизненно важной проблеме хотели привлечь внимание общественности участники этой акции? Время. Там нет буквы О. Там нет Бельфас, наверное, да, ребят? Там нет буквы О. О-О-Би-Эй. О-О-Би-Эй. Там драуник тоже идет. Или даун. Даун. Я так понимаю, Бельфас. Буквы О нету, да. О-О-Би-Эй. Что это такое? О и Эй нету. Четырех букв нету. Хорошо. Каких два раза ты О написал? О-О-Би-Эй. Так, с какой проблемой? Ладно, пропущены буквы. А еще даун. Может быть там везде О читается по-другому. Например, «велкам ту». Может быть что-то связано с произношением? Что-то убрали и какая-то важная проблема. Тесты. Сокращение твитера, меньшее количество символов входит в него. Сантандер. Даун. Так, в 2008 году. 2008. Олимпиада? Олимпиада может быть там. А нет, Олимпиада не было. 2008 год. Пекине, Олимпиада. Кольца. Пять колец. Олимпиада. Это просто жизненная важная проблема. Жизненная важная проблема. Нет, это не проблема. Магдональ. Есть версия. Магдональ. 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 Итак, абсолютная тишина в зале. Счет 4-3 в пользу команды телезрителей. Госпожа Бабаева, что вы предпримите на этот раз? Мы возьмем минуту, она нам сейчас нужна. Берете минуту? Мне повторить вопрос? Да, пожалуйста. Итак, Лала. В 2015 году в Великобритании прошла акция, во время которой были сделаны эти фотографии. Внимание, вопрос. Какой жизненно важной проблеме хотели привлечь внимание общественности участники этой акции? Время. Меду, когда было вообще? Что-то ты удаляешь и все рушится. Ребята, вот убираете чуть-чуть, какие-то буквы, пару штук, и у вас все рушится. В 2015 году что произошло? Вспоминайте, какую-нибудь, я не знаю, глобальные, глобальные проблемы. В колозе, это вода, потепление, не знаю там. Аборты какие-то, или там дискриминация с женщиной. Что-то вы убрали из пирамиды, что-то вытащили и все разрушилось. Что-то исчезает, да. Что-то исчезает, вид какой-то, животные какие-то, вымирающий вид. Красная книга, красная книга. Что еще может быть? А, исчезновение каких-то животных? Исчезновение видов, но почему 2015 год? В 2015 году что было? Да, вот и есть, в 2015 году. Саммит какой-то, какой-то съезд, футбол. Несколько букв убрали, переход на какой-нибудь алфавит, не на языках. А почему нету Белфаст и буквы Б? Би тоже нету, крови нету, крови нету. Абсолютная тишина, тишина абсолютная в зале. Кто отвечает, госпожа Бабаева? Азиз Муршудли. Да, господь Муршудли. Глобальная проблема, ну, это, наверное, связано что-то с переливаниями крови, потому что пропущенные буквы OBA в той или иной комбинации, они обозначают группы крови. Внимание, правильный ответ. Донорская проблема может быть глобальной. С различных уличных вывесок участники акции убрали буквы O, A и B. Эта акция была посвящена действительно жизненно важной проблеме, а именно нехватке донорской крови. Вторая группа крови обозначается буквой A, третья – B, четвертая – с буквосочетанием A и B. Первую группу крови обозначают цифрой ноль, но цифры в названиях и уличных надписях встречаются редко, поэтому ее заменила буква O. Господин Хранитель Традиции, господин Муршудли сегодня уже в который раз, да, во второй, если не ошибаюсь, буквально на последней секунде придумывает правильный ответ. Вот чтобы не было никаких потом подозрений, вы недалеко от Азизы. Обсуждали в зале громко эту версию? Нет, обсуждать-то обсуждали, но громко, чтобы услышал Азиза или кто-то из команды, не обсуждали. 4-4. Госпожа Бабаев, я уже говорил, что хорошо иметь в команде кавалера ордена совы, обладателя хрустальной совы, который в нужный момент команде может помочь. Азиз очень спокоен, на самом деле, это ему помогает, он не теряет самобладание, не паникует, чего не скажешь о других знатоках вашей команды сегодня. Вы должны Азизу помочь, потому что не может господин Муршудли Адим выиграть игру. Лала, старайтесь. Стараемся. А пока я объявляю рекламную паузу. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Счет 4-4. Мы начинаем девятый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Муршуд Асмайл Заде оказался без работы сегодня. Но если сейчас команда выйдет вперед, еще станет 5-4 в пользу знатоков, Вы объявите цейтнов, да, Муршуд? Совершенно верно, господин ведущий. Хладнокровно, так сказать. Мне будет интересно действие капитана. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Кадзев, я не услышал. АПЛОДИСМЕНТЫ Она уберет Азиза Муршудли, потому что он не ответил на вопрос Джалала Руджева. Да. Минск. В этом раунде против знатоков будет играть художник по костюмам Анастасия Холландская. Внимание! Рыцарь с рукой на груди. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Шантуров. Да, господин ведущий. Перед вами работа кисти Эль Греко. У специалистов есть три версии о том, кого художник изобразил на портрете. Согласно первой версии, это портрет рыцаря Хуана де Сильва и Рибера. Другие специалисты предполагают, что это автопортрет самого художника. Внимание! Вопрос! А кто из современников художника, по мнению третьей группы искусствоведов, изображен на картине? Время! Это кто-то очень знаменитый, живший все же года. Либо тоже художник. Смотрите, вот так расставлены пальцы. На W похожи. Может, это как в начинке? Это похоже на V. И? Да. А почему рука на груди вообще? Просто держит так. На какую-то букву похожа на... На I. На E. На E. Хорошо. И на B. На W. Эль Греко, когда же... Эль Греко, это, по-моему, 18-й век, да? Или I. На что еще похоже? На E похоже. На E. Вот он реально показывает надпись. Кто это может быть из современников на эту букву? Я не знаю. Сервантес, я не помню, он был у вас современником или все-таки чуть раньше был. Сервантес был современником? Ну, кроме Сервантеса, давайте что-то другое. Какой-нибудь путешественник, какой-нибудь... Веласкес, например, другой. Веласкес, на W похожее тоже, кстати. А, W? Веласкес. Веласкес. Фамилия? Веласкес. Веласкес. Эль Греко, может быть. А на Энрике кого зовут, Валя? Может быть, есть какой-то Энрике? Энрике. Генрих. Итак, кто отвечает, Лала? Лала, кто отвечает? Господин ведущий, я попробую ответить. Да. Мы думаем, что... У нас версии, к сожалению, мало. Мы думаем, что это Сервантес. Внимание, правильный ответ. Сервантес еще одна рука была. Лала, левая рука изображенного на картине мужчины скрыта от взора. Из-за этого некоторые искусствоведы считают, что Эль Греко изобразил своего современника Сервантеса, чья рука потеряла дееспособность после битвы при Лепанто за несколько лет до написания картины. Это как раз тот самый случай, когда лишние знания, наоборот, недостаток знаний помогает команде только одного современника. Вспомнили? Счет стал 5-4. Повезло. Господин Муршудли, вы ведь сказали, когда Лала озвучила ответ, вы ведь сказали, что у Сервантеса была проблема с рукой, да? Да, я вспомнил битву при Лепанто, но не саму битву. Почему вы во время минуты обсуждения об этом не говорите? Я вспомнил это в тот момент, когда она ответила. Лала, счет 5-4 должен у вас спросить. Должен у вас спросить, просто обязан. Вы хотите сыграть решающий раунд? Нет, мы просто хотим сегодня выиграть. Давайте посмотрим, что у нас на игровом столе там. Москва, Блиц, Баку. Продолжаем, да, Лала? Продолжаем, Лала? Да, продолжаем. Десятый раунд. Да, господин Смалзаден. Господин ведущий, если Волчок не покажет на Блиц, то я хотел бы объявить раунд Цейтнот. Раунд Цейтнот. Да. Лала, я ведь намекал, Муршут вас предупредил, что он объявит Цейтнот. Москва, Москва, Цейтнот. Итак, очень интересный момент, очень интересный момент. Если команда играть будет в полном составе, у команды на обсуждение 10 секунд. Если останетесь пятером, 20, ну и так далее. Если за столом останется один знаток, вот мне Азиза показывает, то у команды на обсуждение, вернее, он будет думать одну минуту, но почему тогда не решающий раунд? Вот о чем я пытался вам намекнуть, госпожа Бабаева. Итак, ваше решение. Я понимаю, да. Мы сыграем все вместе. У команды 10 секунд. И дальше там Блиц. Покажите мне, покажите мне стол. В этом раунде, да, дальше Блиц. Мне показали, что да, дальше, наверное, Блиц. Против знатоков играет энергетик Сергей Тужилов, Москва. Лала, посмотрите на экран. Этот билборд установила в 2002 году в Дании компания Audi. Через некоторое время стало понятно, что это реклама нового автомобиля. Внимание, вопрос. А в чем суть рекламы? Время. Там все поржавеет. Поржавеет. Останется машина. Останется машина. Дождь пойдет, поржавеет. Все поржавеет. Останется машина. Дождь пойдет, со временем поржавеет. Тишина абсолютная за столом. Абсолютная тишина за столом. 10 секунд истекли. Лала, ваш ответ. Джейхун Усеинов ответит. Мы полагаем, что вот это табло, вот этот борт, он металлический. И со временем, соответственно, из-за погоды вся остальная часть этого табло поржавеет. А машина, ну, соответственно, силуэт машины, изображение машины не поржавеет. Что, собственно, рекламирует, что машина из нержавеющей стали, то есть она прочная. Вот идея такая. Внимание, правильный ответ. Дальняя с трех сторон окружена морем, поэтому климат там очень влажный. Белборд металлический. Он быстро проржавел, и на нем появился сделанный из алюминия контур нового автомобиля Ауди. 6-4. Браво. Госпожа Бабаева. Госпожа Бабаева. Браво, Лала, браво. Даже в такую сложную минуту Лала оставила всех за игровым столом. Это было очень важно для команды. 6-4. 6-4. И, конечно, Джейхун Гусейнов. Аплодисменты вам, что спасли свою команду, Джейхун. А сейчас я попрошу всех дать мне возможность попросить, чтобы вы снова, вот снова, снова наградили аплодисментами, только на этот раз капитана команды телезрителей, за эту решительность. И благодаря Муршуду Лала проявила свой характер. Господин Исмаил Заде, спасибо вам за эти 10 секунд. Победа знатоков в 15-й отборочной игре сезона. Вот имена победителей. Молчаливый сегодня Шамсуддин Шантуров. Господин Махмудов, спасибо вам за игру. И рады и вам спасибо. Победу своей команде принес Джейхун Гусейнов в самую последнюю... Сказал бы, секунду нет, но за последние 10 секунд. Только они и были у команды. Великолепно сегодня сыграл Азиз Муршудли. Азиз, я рад, что вы вернулись. И капитан команды. Капитан этой замечательной команды, решительная. Капитан, который верит в свою команду. Лала Бабаева. Лала, спасибо вам за игру. Команда Лалы Бабаевой. Благодаря сегодняшней победе остается на... Второй позиции рейтинга клуба. Да, Лау. 6-4. А вот если вы 6-3, вы бы стали главным фаворитом в гонке за выход в финал года. Лучшего знатока по традиции называет Фуат Керима. Фуат, и на вашей улице теперь праздник. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Замечательный праздник. Очень зрелищная игра. Несмотря на цейт нот, возможно, он даже добавил большую игровую атмосферу за стол. Мне кажется, что все замечательно делали вклад, но очень хотелось в первую очередь отметить, очень рад видеть Азиза снова за столом и за прекрасный вклад сегодня. И хотел бы его отметить сегодня как отличившегося игрока, который получит сертификат от Гилан Холдинга Кавказа Телеспорт. Поздравляю вас, Азиз. Азиз сегодня сыграл, как и подобает обладателю Хрустальной совы, кавалеру Ордена совы. Кстати, господин Керимов, хочу напомнить вам и телезрителям, что единственный знаток в нашем клубе, у кого есть и Хрустальная сова, и Орден совы, это Азиз Мерчудли. Но, но, несмотря на все, что я сейчас сказал и на все то, что мы увидели, я бы на вашем месте, я не оспариваю ваше решение, господин Керимов, наградил бы Лалу Бабаеву за решение играть всей командой в очень ответственный момент. Вот таким образом капитаны дают знать команде, что каждый из них важен и дорог для команды. Возможно, в другой ситуации господин Гусейнов и не ответил бы на этот вопрос. Господин Муршудли, вы заслужили, я вас поздравляю. Какой приз вам достанется, нам сказал уже Фуат Керимов. Также вам достается книга Тес Пресс, Китаби Деде Горгут. Поздравляю вас. Дорогие телезрители, эту и многие другие книги от ведущих мировых издательств вы можете приобрести в книжных магазинах Лебраф в Баку и Гяндже. Авторы лучшего вопроса игры назовет Гюнель Фарзалиева, представительница Капитал Банка Гюнель Ханум. Вы сегодня очень, 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 очень не старались, чтобы помешать знатокам. Хотя и повода, наверное, сегодня не было. Сегодня игра была очень зрелищная, но одной победы на один сезон достаточно. На следующий раз. Что вы сейчас хотели мне сказать? Хотела сказать, чтобы знатоки следующей игры готовились. Что вы будете очень строгой, да? Такой, как всегда. Я с вами согласен, так и надо. Напомнить вам победителей телезрителей? Нет, нет. Это будет вопрос Висманта Сабукауст. Вопрос... Да, об отказе от курения. Актуальная тема. Итого, господин Букаускас сегодня заработал не 200 монатов, а 400 монатов от Капитал Банка. Спасибо Капитал Банку. Авторы лучших вопросов также награждаются сертификатом на интерактивную экскурсию по историкам Этнографическому заповеднику Галлаут управления Чайрища Гэд. Внимание! А сейчас мы узнаем, какая из команд клуба сыграет против телезрителей в 16-й отборочной игре сезона. В последней отборочной игре сезона. Перед тем, как начнутся торги, я хочу зафиксировать. Покажите мне рейтинг клуба. Кредитный рейтинг мы увидели. Покажите рейтинг клуба, чтобы я и телезрители видели. Итак, посмотрите, что получается. Команда Фарида Рзаева, если не сыграет, и если не сыграет через неделю команда Анара Неджефли, то обе эти команды пропустят сезон 2020 года. Если, если, сыграет команда Фарида Рзаева, у нее сыграет шансов больше, так как у них 5 кредитов, а у команды Неджефли всего 2 кредита. Если сыграет команда Фарида Рзаева и победит, то сезон 2020 года пропустит команда Таира Мусаева. Потому что тогда команда Фарида Рзаева поднимется в рейтинге, а команда Мусаева опустится на одну позицию. Если через неделю сыграет команда Лалы Бабаевой, то и победит со счетом 6-3, то команда Лалы Бабаевой будет играть в финале года. Если команда Лалы Бабаевой проиграет через неделю, если, конечно, согласится играть и захочет играть, то тогда команда пропустит сезон 2020 года. Вот такая интересная, сложная ситуация. госпожа Бабаева. Думайте. Согласно правилам, торги начинает команда, у которой меньше всего кредитов. Господин Фараджулаев, вам слово. Бабанг! Кордо сказал господин Фараджулаев. Один кредит. Господин Мирзалиев, вы не торопитесь, Руслан. Вы знаете, вот если какая-то из команд клуба все-таки сядет за игровой стол, а она сядет, если вы откажетесь, какая-то из команд точно сядет, и выиграет со счетом 6-3, то вы не будете играть в финале года. А вот если вы решите сесть, то вам нужно будет всего лишь повторить счет 6-4. И тогда все будет в ваших руках, и в финале года впервые сыграет команда Руслана Мирзали. Ваше решение. Нам важно сыграть именно в следующем году и сохранить свое место. Поэтому пас. Пас. Госпожа Бабаева. Шесть. Шесть кредитов. Шесть кредитов. Господин Рзаев. Господин ведущий, я не знаю, имеет ли это смысл, но мы опять предлагаем команде Анар и Наджефли сыграть за семь и без помощи клуба и Супер Блиц. Госпожа Бабаева. Анар согласился? Анар молчит. Видимо, он согласен. Но я думаю, не будет согласна Лала Бабаева. Анар, что вы думаете? Если это не противоречит правилам после ставки господина, госпожа Бабаева делает ставку. Госпожа Бабаева, ваше решение, Лала? Девять. Итак, ровно через неделю против телезрителей в последней отморочной игре сезона. Почему бы сразу не сказали там девять или двенадцать? Какая там разница госпожа Бабаева? Вы знаете, есть разница, господин ведущий. Команды всегда проявляются в своих поступках. Мне интересно, кто что говорит, кто что ставит, кто как делает. И мне тоже было очень интересно. Госпожа Бабаева, жду вашу команду через неделю. Готовьтесь. И в зависимости от того, как вы сыграете через неделю, мы узнаем, какие из команд клуба останутся в клубе, а какие его покинут. И какая самое главное будет играть в финале года. Эта игра окончена. Лала, спасибо вам, спасибо Азизу. И спасибо всей вашей команде за эту интересную игру. Азизу. 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 Продолжение следует...